Глава. Пророк Ильягу начал слова свои. Элазар был принят под сень огненной завесы и стал слушать слова старца, который, наверное, был пророком Ильягу. И начал пророк Ильягу свои слова так. «Владыка миров!» — тут Элазару показалось, что старец говорит вообще не с ними, а прямо с Творцом, а они, земные люди, лишь присутствовали при этом. «Когда говорят о тебе...» — вот точно, это он обращался непосредственно ко Всевышнему, находя с ним общий язык. «Что ты один?» — то слово это не имеет числового смысла. Элазар отлично понял и даже вздрогнул от глубины понимания. Он посмотрел на отца и отвел взгляд, чтобы не мешать ему сосредотачиваться. «Ты превыше любых высот!» — Элазару показалось, что он завис над бездной. «Ты тайна всех тайн, и разум наш не способен даже прикоснуться к тебе!» Сладость наполнила роты Элазара. Райское ощущение, непередаваемое блаженство охватило все его существо. «Ты явил миру десять порталов, которые мы назвали десятью сферот, дабы с их помощью управлять мирами скрытыми, которые непостижимы. Какие-то чудесные неземные картины, диковинные рыбы в глубинах и мирами открытыми. Птицы в вышине и просторы земные предстали его взору, и за всеми этими оболочками ты скрываешь себя от людей». Подумалось так облик королевский, и над ним десять свечений, отходящих от силуэта. «И ты — тот, кто связывает и объединяет эти сферот. И поскольку ты — внутри них, то тот, кто выделяет и обособляет одну сферу от другой, как бы посягает на твое единство». На последнем слове Элазару представилось такое жгучее единство, уже безо всякого деления на фракталы и свечения. Чистое и сплошное блаженство опрокинуло его навзничь, и он вновь, как вечером, рухнул и задремал, и учеба его на сей раз закончилась. И вновь он очнулся, и стояло вечернее солнце, косо бросавшее блики теплого света на вход в пещеру. Ветви деревьев словно шептали молитву. Голубые горы напротив, с другой стороны провала, наполняли сизой мглой. Птицы восторжествовали над тишиной и наполнили ее разноголосым пением. Квакала и утробно урчала лягушка. Сверчки шныряли в траве, которая посвежела и стала ярче в косых лучах заката. «Они все еще учатся!» Воскликнул Элазар, заглянув в глубину грота. «Подойти к ним? Я им не помешаю?» Нет-нет, он не мог сейчас оторваться от природы, от ее возвышенного гимна, от прекрасных холмов и курчавых долин. Ему хотелось повсюду побывать, все оббегать, вобрать в грудь как можно больше этого воздуха. Он съел несколько фиников. Они подкрепили его, дали ему чудесную бодрость. Это был настоящий слоистый финиковый мед. Разламывая финик надвое, он видел сквозь него солнце, и плоть багряная наполняла свечением. Ворс и влага светились по контуру вплоть до мельчайшего волоска. Он как будто питался этим светоносным солнцем внутри плода, посланного им с небес. Суббота закончилась с выходом звезд. Рожковое деревце вновь росло на месте прежней финиковой пальмы. Новые порядки завел отец, вдохновленный учебой с Ильяу. Теперь они не должны были прерываться на молитву. Даже чтение «Шма Исраэль» больше не являлось ежеутренней обязанностью. Одежду отец велел снять и сложить так, чтобы не сопрело. Пришлось им, словно погребать себя заживо, вырыть ямы и в тех ямах стоять по горло в земле. Но почему, почему, если столько чудес происходило вокруг них, то нельзя было их снабдить еще одним комплектом одежды? Тора добывается страданиями, и тогда она имеет особую цену. Другого объяснения Элазар не получил. Субтитры создавал DimaTorzok